Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу рассказать вам о моем первом парфюме. Очень часто мне по жизни задают вопрос, а как вот вообще к тебе пришла любовь к парфюмерии, какой первый твой парфюм был, сколько лет тебе было и так далее. Ну, я вот помню себя с самых ранних лет и помню, что я какие-то мамины флакончики с духами, будучи еще совсем там годика 3-4 мне было, я их все время ручки тянул, лапки и пытался что-то нюхать, откручивать, ну, наверное, и проливал там и все на свете, мама от меня их прятала и правильно делала. Вот, поэтому я буду говорить о первом парфюме осознанном, ну, то есть уже в осознанном каком-то возрасте и о том парфюме, который я безумно полюбил. Кто вот застал советские времена, хотя бы в детстве, вы можете знать, что у обычных, у небогатых людей, коих было большинство, у них, ну, особо выбора не было, были одеколоны тройной, шипр, вот, вот, то есть имеется в виду то, что можно вот пойти в магазин ближайший и купить, это вот. Красная Москва, духи там, не знаю, что еще, в каких еще концентрациях она была доступна, ну, какие-то такие, ну, нет, ну, там вот были в конце 80-х рижских всяких духов этих динтерс подназавезли, но это уже, ну, это как бы женские, а вот именно из одеколонов выбор был, ну, не очень. Не, ну, опять же, хорошо, миф, консул там, это все, кстати, спортклуб, да, вот, стоили по 10-12 рублей, не так уж и дешево, кстати, говоря, тем более для ребенка, какой был я, но, но, все это я тестил, если можно так выразиться, все это какие-то были у друзей, родителей, там, я и там на туалетные столики, естественно, лазил, вот миф, как сейчас помню. В принципе, он, ну, неплох был, мне понравился на, вот, ну, как, да, но я чувствовал, что он возрастной, как бы, что он такой серьезный, солидный, а я ребенок, ну, прям совсем ребенок, там, я не знаю, лет 6 мне было. Ну, и в общем и целом, что я хочу сказать, если брать одеколоны именно, не духи, одеколоны, как-то они для меня в советское время, учитывая, что они практически все были советского производства, они несли как будто бы одну ДНК, вот, какие-то они такие, вот, как я сейчас уже назад оглядываюсь, торперские, что ли, такие, какие-то тяжелые, густые и так далее. Возможно, у меня просто нос еще маленький, детский, нетренированный совершенно, но вот оно было так. И поэтому особого интереса они у меня не вызывали, у друзей, у друзей-родителей, у всех на туалетных столиках одно и то же, и ароматы, ну, ну, они отличались, но X-фактора какого-то, что ли, в них не было. Все это происходило до тех пор, пока мне было 7 лет, мы переехали в новый дом, у меня появились сразу же новые друзья из этого дома, которые мои одногодки были, мы и в одной школе учились, правда, в разных классах, неважно. И вот у одного из друзей я обнаружил, у папы, у его, видимо, одеколон, вот который меня и зацепил, причем зацепил не на шутку, и это одеколон индийский сандал, причем одеколон, вот это, тот самый из детства, он сохранился, представляете? Ну что, резкость там есть, у нас нет? Или тупим. Как это все получилось? Я, когда его нюхнул, я впал в какое-то эйфорическое, экстатическое состояние, я понял, что ничего подобного я раньше не слышал, это раз. И второе, я понял, что мне безумно нравится этот аромат. И я стал у своего друга выпрашивать его, типа, подари, а, ну не то, что подари, понятно, что как, ну как вот взять одеколон и подарить. Я стал... У меня фишка была, то есть, как я уже сказал, жили мы небогато, и для меня единственным способом получить какую-то очередную свою хотелку, там вот, когда до дрожи прям хочется, это было выменять. Вот у меня, я не знаю, у меня такое ощущение, что это прям моя фишка была, то есть, которую я внедрял в среди своих друзей. Обмены бесконечные, шила на мыло, там, жвачку на фонарик, там, и вот какая-то... До такого доходило. И я стал приставать, меняю, меняю, бери все, что хочешь, только мне этот одеколон. Друг не соглашался очень долго, мол, что скажет папа, увидит, узнает, и вообще, и как бы, и это вот прям неделями, по-моему, даже продолжалось, врать не буду, но в конце концов, каким-то немытьем-то катанием я выменил, наконец-то, это сокровище, этот индийский сандал. Что я смог найти в интернете про него? Кстати, он сохранился до сих пор. Если сильно прям горло, носом пытаться прям из горла вдохнуть, то чуть-чуть такие легонькие ацетоновые нотки слышно, но они легонькие, при нанесении на кожу их практически нет, не говоря уж о том, что через 10 минут абсолютно аутентичный одеколон. Я нашел только про духи информацию, что разработаны они были парфюмером Ниной Павловной Зейской, я надеюсь, я правильно ставлю, ударение Зейское, вот, в 1958, как я сказал, и это все произошло, можно сказать, вынужденно и случайно отчасти. В те времена Советский Союз очень тесно дружил с Индией. У нас прям все, города по-братимы, Индира Ганди, там, бла-бла-бла, любовь навеки. И, соответственно, по бартеру очень много индийских товаров поступало в Советский Союз, в том числе масло сандала. И этого масла сандала было просто море. Ну, покуда Украина входила в состав Советского Союза, то только в распоряжении Харьковской парфюмерной фабрики скопилось, можете себе представить, 5 тонн масла эфирного, натурального. Вот. Ну, а куда девать, оно же, ну, срок годности там у него какой-то есть регламентированный и так далее. И свыше, свыше поступил указ, как это, освоить, как вот у нас любят бюджет осваивать, освоить, в общем, это масло, пустить его, ну, те или что-то придумать, значит, там, чтобы вот столько масла ушло. И вот Нина Павловна, она говорит, я подумала, что-то такое в голову мне пришло, что-то восточное, то есть сделать что-то такое восточное, примерно как наши советские люди бы могли представлять себе вот далекую Южную Индию. И села, говорит, очень быстро написала эту формулу, и оказалось, что это шедевр, просто шедевр. Сразу же стал, стали эти духи безумно популярными. Среди советских женщин и даже вроде как у Аллы Пугачевой любимыми они были в свое время и на экспорт их там тысячами, десятками тысяч флаконов якобы отправляли. Вот. И чуть ли не конкурировали с Красной Москвой они в то время. А Красная Москва это что вы, это икона? Икона была, икона остается. Но при этом, про одеколон именно, я в интернете ничего особого не нашел. Я только знаю, что он на всяких площадках вот по винтажам, там знаете, продается до сих пор, причем стоит копейки, что удивительно для меня, потому что, ну, можно предположить, да, что в одеколоне в этом, вот прям с такой же этикеткой точно, можно предположить, что тут тоже много эфирного масла сандала. Ну, а это ж круто, я не знаю. Но я до сих пор люблю аромат этот. Я им душился сам. Я маньячил еще в детстве по виниловым пластинкам. Ой, ну это отдельная история, у меня прямо коллекция целая была. Я настолько любил этот одеколон, что я метил, как вот, да, кошки углы метят, а я метил пластинки свои одеколоном так, на пальчик и конвертик, на пальчик и конвертик. Мне нравилось, чтобы все вокруг пахло вот этим любимым ароматом. Ну, а поскольку я мальчик экономный, ну, вот, вот столько и дожило. Ну, понятно, что я там не 10 лет подряд им пользовался, понятно, что там, может, года 2, года 3 прошло, и немножко поутихла моя страсть к нему. И, возможно, что-то просто новое на горизонте появилось. А все мы по опыту по-своему знаем, что когда появляется что-то новое, то старое, ну, немножечко, ну, отставляется в сторонку. Вот у меня отставилось на, не знаю, сколько лет вообще, даже считать не хочу. Вот, и здесь написано, что ХПКФ, то есть Харьковская парфюмерно-косметическая фабрика. И я, чтобы сейчас... То есть это все затерялось у родителей, на самом деле. Долгие-долгие годы все было где-то скрыто под слоем там всего на свете. И, ну, когда я прям всерьез озаботился уже о парфюмерии, я родителей попросил, пошукайте, найдите все вообще, что есть на парфюмерную тему, даже старье-старье, которое там выкидывать вы хотите. Они немного чего нашли, кстати, но вот его тоже. Ну, чтобы удобнее было наносить, и уже, хоть там уже какой-то осадочек, ну, это я пальцем же, потому что, да, вы же понимаете. Я его в атомайзер отбрызгал. Причем, в атомайзер не простой, а какой-то японский. Made in Japan. Мне его прислали в подарок за покупку парфюма. На ebay. Не помню, из Испании или откуда-то из Европы. Прислали из Европы японский атомайзер на 5 мл. Вот, поэтому, что, пшикаем, да, типа, тестим. Опа. Чуть-чуть ацетоночек, знаете, таких вообще просто, вообще, можно даже не это. Хорошо пшикает. То есть, ждем, пока ацетон этот испарится, точно так же, как мы ждали бы спирт, пока испарится. Потому что одеколоны советские при нанесении, уж поверьте мне, так спиртом разят. Нот в одеколоне, естественно, я знать не могу. Потому что, даже неизвестно, какие ноты содержат духи. Но, на просторах интернета гуляет такое. Значит, сандал, ирис, пачули, ветивер, амбра и ваниль. Ну, я чувствую что-то, вот, при испарении, ноты, когда уходят эти ацетоновые, я чувствую что-то такое легкое, цитрусовое. Я чувствую что-то пыльное, вот пыльное, возможно, пылюку такую дает ирис. Но, я всю дорогу думал, что это сандал, что сандал, именно деревяшка такая, с таким пыльным отливом, если можно так выразиться, потому что, в те же советские времена, люди где-то брали, я не знаю, тоже супер дефицитные, пирамидки благовония. То есть, это не палочки, как сейчас, а именно пирамидки, полностью слепленные целиком из вот этой массы, которая горит. И мы их ставили в металлическую какую-то емкость, и они у нас до тла сгорали. И вот там сандал, сандаловые какие-то они были. И аромат тоже вот с такой вот пыльной ноткой был. Возможно, вот это мне и понравилось, вот эта квинтэссенция, вот это вот востока, такого сладковатого, дурманящего, настолько приятно. И, если честно, никаких конкретных прямо нот я не могу вычленить. Я не чувствую вот ваниль, например. Цитрус, да, на старте. Ну, что такое цитрус на старте? Цитрус везде на старте. Тут можно просто пальцем вне подкнуть и... Ну, возможно, вот это вот сандаловое масло, которое составляет ядро, и которое натуральное. Соответственно, он пахнет натурально, и даже где-то влажновато, влажновато и свежо и восточно. Это прелесть. Индия в вашем доме. Причем Индия, которую можно нюхать, нюхать, нюхать. Я уже вот, будучи сейчас набрызгав ватом, ну, вот посмотрите, он у меня был полный. Пять мл, вот два с половиной мл, это для нынешних моих запасов. Это очень немало я использовал. И перед сном, вот так вот, или когда находишься дома, напшикаешься и кайфуешь. Просто он релаксный такой, и, конечно, детство напоминает, что уж говорить. Просто настолько это давно было, что уже вот не так прям, знаете, триггер бывает, прям щелк, все это переносит. Но все равно, вот я рассказываю сейчас вам, а я там, эти винилки, эти половицы, скрипящие на полах, сколько людей еще живы, которых сейчас уже нет, к сожалению, на этом свете. и я такой неискушенный и люблю, люблю. Так, кисонька, вот ты кисонька пришел, чтобы передать вам привет, Гагарин. тетяки, тетяки, все время пытается, тетяки, вот так вот, вот так, вот так, сайка. Тоже, конечно же, поел, потому, что звуков не издает, вы же обратили внимание, что звуков он не издает, потому, что уже сытый. и поели, и попили, все. Здесь-то хотя бы резкость будет, вот можно рассмотреть, такая вот ободраненькая этикеточка, видавшая виды, осадка, ну, не знаю, тут видно вам будет, не видно, но это не важно, давайте вот здесь посмотрим, почитаем, значит, группа А, ГОСТ, даже есть, вон, Харьков, логотипчик, Харьковской фабрики. Два рубля, не хухры-мухры, не три копейки, понимаете, да? Ну, вот он, в наших краях, почему-то не продавался, иначе бы я, как-то два рубля бы насобирал, и купил бы его. Был очень большой редкостью, я его встречал только у этого друга, вот. Ну, если вас интересует стойкость, то, ребят, какая может быть стойкость у советского одеколона? Ну, час, может быть. Ну, шлейф очень умеренный такой, это именно продукт для освежения, можно после бритья использовать, ну, если так хорошо попшикаться из атома, то, ну, я думаю, на несколько часов хватит. Но, опять же, у меня нюх достаточно тонкий, я чувствую его несколько часов, вот. А если у вас порог выше, чем у меня, то, возможно, вам он покажется вообще, что слетает. Быро, быро, быро. Спасибо за внимание. Знаете, что еще? Еще, как ни странно, чувствую сейчас, и чувствовал в детстве. На самом деле, восприятие вообще не изменилось. То есть, просто с тех пор очень много чего разного, другого, нового я услышал, но аромат у меня, такое ощущение, как вот в детстве он был, так и есть. И еще тогда я чувствовал, но не мог в голове, то есть, у меня не было ассоциации четко, но сейчас есть животные, животинистые нотки. Они легкие, они абсолютно не портят аромат, они его не делают вот животным, да, например. Не фекальные, а такие вот, знаете, такие нюансы малой нужды, скажем, если можно так выразиться. Они именно искусно вплетены в таком следовом количестве, они чувствуются, я их чувствую отчетливо, но вы, возможно, их не почувствуете. И они только гармонизируют аромат. Вот эта пыльность, вот эта вот легкая, 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 такая животинка, даже вот, даже не знаю, с чем сравнить. По-моему, сейчас не делают такого. Ну, это я, конечно, перегнул, наверное, делают. Прелесть. И, кстати говоря, вот, несмотря на то, что я попробовал много чего, много всего, ничего похожего на этот аромат, я не назову, я не скажу, что он как тот или как этот. Ребят, я надеюсь, что мое видео было для вас интересным, чем-то полезным. подписывайтесь на канал, дальше будет много интересного. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok